слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу сейчас я в эфире прямом эфире на на фейсбук слава богу слава иисусу христу слава нашему спасителю господу и ни в коем другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которому для жалоба нам спастись братья и сестры всех приветствую благоставляю именем господнем именем иисуса христа из города киева с нашей киевской архипископии сегодня суббота уже вечер и готовлюсь я к завтрашнему воскресному богослужению сегодня у нас все ночное сегодня молитва и завтра божественные другие завтра богослужения наше начинается с 9 утра на мы арендуем помещение на станции возле станции метро кловская улице леонида первомайского 6 всех ожидаю вас друзья кто имеет такую возможно возможность кто в киеве или проживает или будет проездом мало ли в гостях то добро пожаловать на богослужения православных евангелистов реформаторов слава богу завтра к сожалению не будет нашего благочинного отца алексея который обычно проводит богослужения но я буду проводить сам буду богослужения надеюсь что это кто-то из наших тоже священников подъедет но телефон напоминаю отца алексея нашего благочинного 067 323 3 1 2 1 еще раз повторяю 067 3 3 2 3 3 1 2 1 это телефон благочинного можете звонить ему в любое время если нужна молитва и также можете воспользоваться моим номером киевстар мой номер киевстар да он сейчас вот уже надо включать уже будет его вот киевстар 0 0 96 96 2 6 6 75 еще раз повторяю 0 96 96 2 6 6 75 этот номер киевстар вот который я продиктовал свой этот номер как раз я включаю при прямых эфирах включаю на как раз таких такие моменты где значит молимся за исцеление больных потому что приходит смс-сообщение с просьбами молиться чаще всего это об исцелении больных и свидетельство о чудесах божьих слава богу и этот номер 0 96 96 2 6 6 75 вы можете также использовать для того чтобы и не только информировать меня о молитвенных нуждах но и пополнять этот номер можете с любой точки украины значит и таким образом финансово участвовать в моем служении как в киеве так и по всей украине ну и в других странах бывшего союза потому что наша киевская архиепископия на сегодняшний день на самом деле имеют всея руси вот это введение всея руси миллионы и миллионы православных номинальных или вообще церковных религиозных православных действительно обратить ко христу чтобы православный христианин это не было знаете ли какой-то дикостью чтобы это было действительно нормальным явлением обычным явлением православный христианин именно христианин в первую голову даже вот это самое существительное здесь самое существенное неважно кто мы там католические или протестантские или православные мы в первую очередь должны христианами вот и я подчеркиваю эту мысль часто что мы можем быть православными от православной церкви католиками от католической православной от православной но христианами мы только лишь от иисуса христа становимся благоставляю всех вас дорогие друзья благоставляю во имя господне да благоставить тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Да, и адрес богослужения и в это воскресенье завтра и каждый воскресный день у нас арендное время. Друзья, помещение, кстати, нужно помещение, молитесь об этом, друзья, молитесь, нужен свой храм или в полную аренду, или на полное время нужно помещение нам, чтобы оборудовать под храм, каплычку храм, помещение для богослужений наших, таких евангельских православных служений. А пока мы из-за отсутствия времени, вот сейчас временно, собственного храма, помещение вообще оборудовано под храм, мы арендуем помещение временно, каждую неделю получается, да, значит, еще на деле, каждое воскресенье с 9 утра до 12 часов. Это возле станции Метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. И на 4 этаже наше как раз время арендное с 9 до 12 часов. Пусть Бог благоставит вас, да, и по скриптам также напоминаю вновь мой телефон, мой номер Киевстар. Да, здесь я вижу... Субтитры подогнал «Симон» Да, слава Богу, пусть Бог благоставит. Да, и вот сейчас я еще раз выйду в эфир, значит, и хочу спеть вот это песнопение. Мы на служении часто поем его. Я очень Богу благодарен, друзья, за, значит, вот эти песнопения христианские. Вот. И одной из самых моих любимых украинской мовы – «Иисусу слава, Иисусу слава». Вот. И слава Богу за Валеру Коропа, за этого брата помазанного, который действительно вот написал эту песню и во славу Господа Иисуса Христа. Да, вот сейчас новое включение на Facebook. Вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильный дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває хтось. И этот день наконец-то до нас вернулся, он принес нам веру в светле будущего. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава, луна е пісня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Люди України, піднімайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоин слави, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава, луна е пісня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, луна е пісня над схилами Днепра. Иисусу слава, луна е пісня над схилами Днепра. Слава Иисусу Христу, луна е пісня над схилами Днепра. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.